предисловие к ниже сказанному хочу добавить что для вот этих креветочных котлет использование картофель а цукини цукини тер на самой мелкой терке креветки перекручивал через мясорубку и креветки отжимал и цукини отжимал от лишней жидкости для мягкости использовал как я опять же ниже скажу майонез и сметану давайте посмотрим что это как это выглядит изнутри очень нежно действительно нежно самое главное здесь только вредности это мука для панировки и масло то что это жареное а в целом то очень полезное блюдо такое легкое и главное что дофигища белка приятного аппетита не переборщите соль то что я слегка пересолил потому что креветки сами по себе немного солоноватые и как специи я использовал соль перец и сушеный укроп измельченный приятного аппетита приятного просмотра здравствуйте туристы и милитаристы нож achillex max knives бренд который принадлежит кавказской легенде надо как-то все-таки определиться что же это такое потому что кавказская легенда это магазин а max knives делает ножи скажем так внутри вот этой вот группы поехали те кто ждет сегодня там курицу или какое-то мясо я вас вынужден разочаровать если другие планы поэтому сейчас вот взял небольшой кусочек ветчины попробую его аккуратно аккуратно порезать этим ножом ну и потом потом я буду делать котлетки из креветок быстренько кому интересно запоминайте рецепт поехали резать должен как можно тоньше как можно ровнее здесь такой момент именно я люблю когда колбаса или ветчина порезаны толсто но как говорится я не один и самые прекрасные половинки едят только тонко порезанные кусочки на самом деле очень легко режет здесь вообще вариантов не было почему просто потому что продукт такой была бы курочка сварит и дурочка здесь совершенно не должно быть каких-то проблем длины клинка хватает так вот быстренько быстренько берем мороженые креветки очищенные или не мороженые пофигу очищенные креветки прокручиваем их на мясорубке или через комбайн измельчаем туда же на мясорубке прокручиваем или картофель или и вот я буду чтобы менее скажем так калорийно было менее вредно картофель сам по себе не калорийно вы знаете крахмал и все дела цукини то есть я буду цукини конечно же все эти вот жидкости мы сливаем чтобы получилась эта масса соль перец одно яйцо ну там на креветок у меня может быть даже там будет грамм 700 плюс минус с яйцами не в блинах не в котлетах ни в чем другом перебарщивать нельзя иначе получится деревянность вот значит одно яйцо можно какую-то травку внутрь там по вкусу ложку сметаны ложку майонеза с горкой это именно для того чтобы помягче немножко было все перемешиваем обваливаем в муке таком среднем не очень большом огне жарим количество белка там я не считал на плюс минус там больше 10 грамм на 100 грамм продукта точно то есть 300 грамм этих котлет полностью закрывают окно но это был как бы вот и рецепт тут нечего даже запариваться поэтому у нас сегодня в качестве мяса выступает ветчинка давайте поговорим знаете о чем я просто хочу задать вопрос приведите пример кто знает неудачных названий ножей у нас тут буквально разгорелся очень сильный спор в результате там пошли уже ну скажем некрасивые какие-то моменты мне пришлось просто снести всю тему контакте на тему ножа блиц крик от первого цеха одна достойнейшая наша часть сказала что это оскорбление памяти что это там чуть ли не свастика чуть ли не фашизм и прочее прочее другая часть которая была в меньшинстве в том числе автор ножа в том числе и я считаю что это ну термин действительно то есть название ножа написано русскими буквами на русском языке очень много заимствование в русском языке как вы знаете там из немецкого из французского из других языков и это именно означает молниеносный удар молниеносное нападение я просто попытался как бы со своей колокольни объяснить что значит я считаю что тактика блицкрига она многократно была успешно использована красной армии то есть именно мгновенное вот это вот нападение мощными силами танковые какие-то соединения прорывы полное блокирование каких-то узлов связи и так далее так далее дорог все то есть по большому счету здесь если ну и опять же я лично знаю автора ножа и понимаю что он имел ввиду он имел ввиду именно отсыл аж к рыцарям туда к прошлому не суть в том что у нас разгорелась и в конце концов тему пришлось потереть потому что там уже наличности сны начались переходы мне надоело просто тереть комментарии вот пример кстати я привел опять же это прага чехословакия когда советская армия здесь дело даже не в том что это насколько это было правильно или неправильно политически верно или политически неверно дело не в этом дело в том что страну накрыли буквально сразу хоп силами спецназа захватили основные ключевые объекты сразу ввели танки все никакой войны не получилось в чистом виде но опять же я с уважением отношусь к людям которые высказали мнение что это название ну и тогда это далее поэтому мне огромная просьба не обсуждать это название на эту тему может там все умудрились переругаться по обзывать друг друга вообще как бы примеры каких-то не самых лучших названий для ножей то есть как-то у нас была тема посвященная название и на самом деле я уже говорил что меня в тоску вгоняют там не знаю на сотни помноженные лисы и кабаны и медведи и тигры и в общем вся вот эта вот живность птицы то есть по факту у нас как-то странно получается как будто нет нормальных имен для нормальных ножей в стране не в стране у нации скажем так у которой настолько богатая славная история то есть можно ну вот сейчас например опп делает проект василий теркин ведь не случайно такое имя появилось я надеюсь что она именно будет утверждена собственно говоря перед нами нож ахиллес давайте-ка мы начнем чистить картошку я лично считаю это неудачным названием именно потому что клинок здесь довольно такой сну современного вида все-таки это отсыл какой-то именно вот как липой там даже не гбовый такое я бы назвал его бройлерами каким-то прокаченным намеком на какую-то финку но или гбовый но в любом случае это не античный какой-то клинок нож как я уже говорил не легкий давайте поэтому мы начнем я вот так вот сантиметров чуть ли не на 8 от начала режущей кромки взял за клинок нож и чистить замечательно здесь вообще вариантов как бы нет он действительно посмотрите очень хорошо идет единственное конечно кастрюлю вы без проблем этим ножом где-то в походе начистите если вам нужно на большую араву чистить картофель то скорее всего задолбаетесь почему потому что нож тяжел довольно широкий клинок и предплечье реально напрягается то есть можно конечно таким замысловатым способом это самое предплечье и качать но по факту именно как если мы берем саму чистку картофеля то очень хорошая чистка рекомендовано в небольших количествах на суп там на какой-то не знаю просто вот картофельный котелок на небольшую компанию это да это у нас как вы видите идет довольно успешно идет вот поэтому приводите примеры я огромными буквами сейчас вслух говорю дисклеймер что так как обсуждение может перейти в какой-то срач любые намеки на какой-либо рознь на какие-либо оскорбления какие-либо невежливые какие-то высказывания сообщение я буду тереть если вы переход на личности то я буду блокировать тех кто это пишет но без обид срач точно нам не нужен то есть он может быть я всегда за то чтобы был бодрый ножи срач потому что спорах рождается истина но высказывания должны быть максимально дипломатичными и вежливыми кстати говоря последнее время наверно осень обострение не проходит дня чтоб я кого-нибудь не блокировал потому что просто люди пишут причем не постоянные зрители по именно просто со стороны заходят пишут реально какие-то матерные оскорбления особенно мне понравился человек который написал он не несколько таких критичных но на грани фола написал замечаний по разным там видосом и через какое-то время он напомнился и написал так ты из эстонии вражина и после этого там комментарии в 10 я просто был чем-то заняты когда уже открыл комментарии в 10 было уже именно таких матерных на тему того что я из эстонии но конечно же человек был заблокирован то есть он зря потратил время в принципе на такое писание но меня это повеселило вражина из эстонии это действительно довольно забавно я хотел сказать я уже сказал на обзоре гранта что на самом деле тот же самый грант от того же самого производителя он гораздо больше подходит к имени ахиллес но неважно меня удивил комментарий одного камрада который написал неудачное имя для ножа ведь я даже не стал по моему отвечать потому что как бы ну не стал может быть он сейчас смотрит это видео и поймет что-то из моего объяснения он неудачное имя для ножа ведь ахиллесово пита это слабое место значит у этого ножа есть слабое место здесь я хочу пояснить ахиллесово пита это скажем такое расхожее выражение которое означает слабое место которое есть у чего-либо или кого-либо сильного так вот почему-то у нас люди как-то вот именно сосредоточились на пятки античного героя особо толком не вникая кто он такой что он делал что он из себя представлял а по факту на самом деле в любые времена сравнить любого человека с ахиллесом это считалось очень очень таким респектовым комплиментом почему потому что если вы помните древнегреческая мифология она не только и не столько о богах сколько о героях то есть герои в отличие от богов были смертными и они были полукровками то есть у каждого героя папа или мама был бог и соответственно мама или папа был смертный человек ну то же самое геранков взять или их на самом деле было полно вот и ахилл он был реально самым бесстрашным самым умелым отважным опытным воином то есть это прям вот образец для подражания действительно был очень очень крут и не помню я не помню я имен его к своему величайшему стыду имен его папа и мамы я помню что мама у него была богиней из морской откуда-то там среды из окружения посейдона скажем так а папа был смертным вот и ахиллесу на роду было написано прожить или долгую и очень скучную жизнь или стать знаменитым самым сильным самым отважным воином героем и посмотрите видеть нормалек я могу честно совершенно сказать вот это место у меня реально прям вот ну туда же дело не затекло реально подустало вот здесь вот здесь вот так вот о чем я а про ахиллес ну и собственно говоря я сразу признаю чтобы не рисовать здесь понты изображать из себя какого-то академика по факту я или аду не осилил почему потому что но надо просто быть наверное сильнее чем я чтобы осилить или аду там когда началось перечисление этих греческих царей все но как бы терпелка кончилась плюс своеобразный такой язык перевода потому что своеобразный но грубо говоря это самый древний греческий эпос если опять же мне не изменяет память то есть что одиссея что или аду я знаю в каких-то именно интерпретациях ну и я не могу сказать что мне это интересно честно говоря ну как сказать относительно просто по моему глубокому опять же утверждение есть вещи которые обязаны знать каждый человек даже не интеллигентный образованный человек там и не настоящий мужчина нет есть вещи которые обязаны знать любой человек ну ладно женщинам простим пускай они там занимаются своими делами есть вещи которые обязаны знать любой мужчина человека если он не обезьяна из заплеванного подъезда с кульком семок руках то есть вот так вот вот я считаю то есть какой-то должен быть минимум там тысячи имен из всей его человеческой культуры которые мы обязаны знать даже если мы этого ну блин ну мне реально насрать с высокой колокольни не только на каких-то там передвижников там но и даже на на ренессанс мне все-таки не насрать все-таки здесь я не буду как бы опять же говорить поэтому я просто хочу сказать ребят что не подумайте что я здесь что-то здесь выпендриваюсь нет это на самом деле все очень поверхностно очень по верхушкам потому что ну потому что просто надо было просто суперский лук практически рука не участвует тяжестью клина нарезается именно на те самые нежные котлетки а я забыл что в котлетке еще идет одна луковица ну вот сейчас вспомнил и сказал удобно очень форшлезуем именно под таким углом сгребать быть бы ему три миллиметра в обухе был бы нормальный походный нож даже вот ну я причем сейчас не кривлю душой то есть внутри ладно бы три с половиной миллиметра именно вот в такой вот форме именно с такой рукоятью был бы просто шикарнейший походный нож который к тому же еще бы и резал бы и строгал и все что угодно но кому-то захотелось стероидов кому-то захотелось брутальности и судя повторюсь по предзаказам потому что этот нож покупается по предзаказам и то есть если вы хотите нож купите например на новый год лучше озадачиться уже сразу кавказская легенда 10 процентов с кодом архадыр дает на свою продукцию 7 процентов с кодом архадыр скидку дает на всю остальную продукцию которую она продает и действительно я могу тут ругаться за вес могу ругаться за обувь но факт в том что нож мега популярен очень хорошо нарезает лук даже при всех своих миллиметрах на обувь не раскалывает режет и очень очень миленько так что в котлетах он практически не будет чувствоваться прекрасно прекрасно ну так вот суть в чем там с ахиллесом в том что так как ахиллес был не бог а герой его надо было как-то убить нужен был какой-то способ но просто так его взять и замочить не было никакой возможности потому что он был реально самый крутой он реально убивал как человеческих богатырей так и других героев и поэтому дальновидные греки придумали следующий ход мифологический когда мама ахиллеса не помню ее имя морская богиня родила его и узнала его судьбу что ему суждено погибнуть молодым она решила обхитрить эту самую судьбу взяла ребенка за пяточку и окунула стрикс стрикс и получилось так что вот он весь был омыт водами этой реки и только пятка оказалась не защищены именно в эту пятку и попала стрела палец а здесь именно ноги причем грубо говоря саму стрелу направил непосредственно аполлон которого ахиллес сколькими так годами позже умудрился оскорбить то есть та самая пита на во первых указывает что у самого-самого но такое философское значение у самого-самого там невероятно мощного героя все-таки есть какие-то слабые места какие-то прорехи в обороне но и плюс я говорю ее просто изобрели для того чтобы чтобы он и погиб молодым поэтому когда говорят по типа нож и хреновое название нет с этой точки зрения название это огромный комплимент ножу то есть это действительно нож который прям ого-го геройский непобедимый супер-супер-супер просто я говорю по дизайну на мой взгляд это имя этому ножу не совсем ну и собственно сама или ада это конечно же даже вот хотя бы в какой-то вот в каком-то пересказе я искренне советую прочитать всем кто не читал почему потому что сам сюжет просто офигенный просто офигенный но во первых я искренне советую посмотреть фильм трое с брэдом питом в главной роли вот он играет ахиллеса конечно как всегда американцы даже на таких вот вещах даже там где идет как бы текст по тексту все равно они слегка перекоса юбиле сюжет но офигенно но во первых классные спецэффекты там 2004 по моему года фильм 2003 2004 2003 может не важно в общем там классные спецэффекты там очень здорово показан этот флот этот город неприступные стены трое и так далее и безусловно герой не только сам брэд питт но и орландо блун там классно сыграл даяна крюгер которую я по жизни вот ну как бы я за актрису ее но она вообще не но она из нее просто офигенная елена получилась действительно вот но здесь именно елена как бы была самая красивая по опять же по этой истории но фильм показывает что она такая на любителя ну клеопатра тоже было говорят не по нынешним канонам красавица а вот что творила и отцов и детей в одну постель укладывала к себе ну так вот искренне советую всем кто не смотрел этот фильм посмотреть потому что очень хорошо хорошо прописанные персонажи гекта агамем нам все просто вот все по флот и действительно шикарный вот момент гибели ахиллеса он вот вот плохо плохо там как-то на мой взгляд как бы ни о чем самый бенгибель а вот весь фильм батальные сцены просто шикарнейший вот этот вот момент да вы посмотрите что он делает нет рано похвалил на серединке вот здесь начал откровенно скользить когда вот и снова мы возвращаемся под углом и снова хорошо а вот ровно ровно под 90 градусов явно были проскальзывание по кожице когда брать питт в роли ахиллеса появляется перед стенами трое и кричит гектор гектор когда он его вызывает вот на бой то вот короче классно в общем очень классно на самом деле и я не помню имя актера который святал гектор а но это было действительно очень круто на самом деле фильм замечательный если лень читать что-то остальное по крайней мере из этого фильма можно какую-то уловить какой-то уловить сюжет опять же если честно троянская война она длилась 10 лет речь тут идет буквально последнем скажем годе нестыковочки чисто вот такие никогда не волновали греков нестыковочки во времени почему потому что как раз таки яблоко раздора вообще вся война троянская она пошла из-за баб ну вот по факту потому что гера афина и афродита не смогли поделить это самое яблоко раздора 3 серьезных женщин богини между прочим бессмертные чем делить столько власти нож явно наминает томат под когда идет нарез под 90 градусов то есть под углом он своим весом просто его прям скальпель нарежет и потом видите оп и здесь уже идет такое подминание кожицы явно чувствуется потому что он так идет молча хоп и стучит об доску что а три женщины между прочим красивых богини не поделили это яблоко раздора потому что парис вручил яблоко раздора афродите следовательно гера и афина стали его врагами и союзниками троянцев афродита пообещала ему что за то что если он не даст яблоко опять же он выбирал некрасивейшую а то та которая ему предложила наибольший прикуп то есть гера ему предложила там власть на земле над людьми афродита еще еще что-то это сама афина и афродита предложила ты получишь жены прекраснейшую без проблем он дал ей яблоко но суть в том что происходило это все на свадьбе вот того самого папы и той самой мамы ахиллеса то есть получается когда парис уже был в том возрасте когда он мог что-то решать и дать это яблоко той самой афродите еще не было в планах ну то есть может быть он там был уже в планах но и может быть даже если боги очень быстро рожают герои очень быстро растут все равно получается у нас явная нестыковка по времени почему потому что по сюжету парис он практически ровесник ахиллес чуть-чуть младше чем парис а если брать по актерам то там вообще получается они ровесники практически но это так если докапываться ими ну и эти две обиделись а афродита тоже не будь дура вроде как получила свою яблоко но подколола не знатно почему потому что в жены досталось ему даже джон он увел чужую жену ту самую елену царицу троянскую которая была самой красивой по тем временам так ну поехали не понять режет ровно но вы слышите он просто какой-то момент именно вот тяжестью своей продавливает но не рвет кожицу то есть такой средне средне взвешенный у нас результат в общем я что-то увлекся кому интересно посмотрите на самом деле довольно такой интересный именно по сюжету такой вот интересная история по сюжету по своему интересен сам конфликт ну и там понятно там когда ахиллес погибает еще сколько-то времени идет война и по плану одиссея вот не помню имя актера но вот одиссея мне в этом фильме не очень понравился честно по плану одиссея они делают деревянный корабль обманывают троянцев не корабля коня этого на деревянном коне на этом въезжают втрою ночью перебивают охрану открывают ворота и в конце концов город разрушен до основания греки торжествуют победу и весь основной замут был в том что как бы существует версия что зевсу который был самый главный на олимпе было это выгодно потому что его настолько задолбали герои которые ну а то что они выполняли волю богов но боги то между собой постоянно срались постоянно какие-то интриги плели и герои они не всегда были как бы положительными плюс они довольно такие были заносчивы плюс к тому моменту их довольно много опять же был и чтобы все это устаканить уравнять зевс вот это все как бы замутил для того чтобы герои друг друга попере убивали там очень много было каких-то второстепенных героев я от всей души извиняюсь перед теми кто действительно знает этот эпос действительно знает историю и то и я понимаю сколько я сейчас ляпов как бы допустил я просто вот что в голове есть то и вспоминаю в общем и целом не стоит считать ахиллеса слабым потому что у него есть пятка нет это мощнейший нож в смысле героя но что же замечательный редко я могу сказать такое но вот я понимаю что он прям найдет своих почитателей потому что он прям такой весь взрослый на жара для самого себя неожиданно скажу не мою слишком перекаченный слишком во первых я думаю здесь в обухе больше чем заявлено здесь вот это по моим прикидкам на 55 половиной точно есть и он прям вот реально это тот случай когда из-за чрезмерной перекаченной массы нож перестает быть управляемым действительно слишком слишком такой вот но зато посмотрим на него на уличных тестах он у нас там наверняка все разрубит разбатонит разломает и все будет замечательно спасибо за просмотр что-то как-то я сегодня от одной темы к другой перешел но надеюсь что никто не в претензии